Анижский судостроительно-судоремонтный завод может получить работу как минимум на 10 лет вперед. Заказчик – Ямалоненецкий автономный округ. Готовность к сотрудничеству выразил сегодня губернатор округа Дмитрий Кобылкин. В Петрозаводск он прибыл по приглашению главы Карелии Артура Парфенчикова. Что обсуждали руководители двух регионов на одной из старейших судоверфей России, расскажет Светлана Воробьева. Губернатор Ямала, его заместители и ключевые министры таким представительным составом в Петрозаводск прибыли на день выбирать присматриваться. Ямалоненецкий автономный округ совместно с Ханты-Мансийским приняли программу реновации речного пассажирского флота. Его износ, по словам губернатора Дмитрия Кобылкина, более 50%. Обновлять планируют новыми моделями судов отечественного производства. Сейчас изучают предложения, у кого размещать заказы, как минимум на 10 лет вперед. Реновация флота, этим никто не занимался. Это же не просто пассажирские перевозки, это и баржи в том числе. Верфей не так много, живых верфей. И вот там, сейчас, на которой мы находимся, она из самых таких современных, продвинутых, имеет очень хорошее оборудование. Высокие оценки от гостей вселяют надежду. Смотрины для нас прошли успешно. Онежский судостроительный предлагает большой выбор современной сухогрузы и портовой буксиры, в том числе ледового класса. Это важно именно для Ямала. У нас очень неплохая логистика с точки зрения экономики, поставки металла, технологий, то есть отработка, взаимодействие с нашими петербургскими корабелами. То есть у нас есть те преимущества, которые, конечно, мы готовы предложить в рамках вот той программы, о которой говорил Дмитрий Николаевич. Во время посещения завода обсудили еще одну важную тему – подготовки кадров для водного транспорта. Как оказалось, Ямалу нужны молодые современные специалисты в этой области. Артур Парфенчиков предложил гостям посетить Петрозаводское речное училище. Более 50 лет оно готовит профессионалов для флота. Гостям показали класс тренажеров. В нем отрабатывают навыки маневрирования и навигации, а также кабинет по обучению работе с радиостанциями. Генеральный директор «Северречи флота» Сергей Шептон заявил, уже на эти выпускные он пришлет так называемых покупателей, чтобы отобрать лучших специалистов для своего флота.